И здравствуй, YouTube! С вами Зигзахедж, и вы смотрите шестую серию приключений в хардкорном Цвеллспаке. Что произошло в перерыве между сериями? Во-первых, я себе сделал инкмиксер, уж простите, сделал за кадром, но я думаю, вы и так очень часто уже видели, как я его делаю, и сделал себе два линкенбука. Соответственно, ну, давай, не лагай. Один, соответственно, нас ведет в Незер. Я себе нашел укромное местечко в Незере, где еще не ступала нога человека. Честно признаюсь, я воспользовался своими админскими привилегиями и сделал себе TPX на спаун. Ну, я решил, что там уже в любом случае люди все, что могли, сожрали, поэтому, что бы не сгенерировать такой маленький и небольшой участок Незера, где еще не ступала нога человека. Хотя я думаю, что теперь после этой записи многие игроки захотят воспользоваться моим порталом. Но я думаю, что, наверное, может быть, я им сделаю какую-нибудь неприятность, чтобы они сюда не ходили. Естественно, повешу везде надписи. Ну, об этом потом, и, естественно, это все будет не в кадре, это все будет за кадром. Вот, здесь у меня есть, соответственно, книжка назад. Вот, кроме всего прочего, зачем, собственно, мне понадобился Незер? Потому что, когда я себе делал вот этот джетпак, я вспомнил то, что мне нужны не какие-то там айтем-дакты, которые заправляются редстоуном, а импульсные. Заправляются они глоустоуном. Соответственно, я сходил себе в Незер, набил, ну, приличное количество глоустоуна, чуть больше стека, куда-то его даже здесь уже убрать успел. Вот, у меня, собственно, осталось. Ну, чуть больше стека и осталось. И в итоге решил, что чего бы тогда уж не пойти дальше и не сделать себе следующий сразу джетпак, который редстоуновский. Который вот такой. Это было много-много неприятного крафта, но все-таки я его получил. Эта штука может в себе содержать 2 миллиона редстоунфлакса, но при всем при этом я так что-то подумал, что я все-таки ношу джетпак, и почему бы мне не сделать к нему апгрейд в виде брони. Есть такая возможность. Если мы нажимаем shift, мы видим, что нам требуется инвар армор плейтинг, для того, чтобы себе сделать к нему броню. Инвар армор плейтинг делается из 10 инвара. У меня это есть и тинкер салой армор плейтинг, который делается из 10 бронзы, и армор армор плейтинг, который делается вот так. Ух, давайте попробуем сейчас все это сделать. Я думаю, что у меня есть на это все необходимые материалы, возможно, разве что кроме бронзы. Давайте себе сделаем еще немножко бронзы. Кажется, это вот так. И сделаем себе нормальный плейтинг, потому что у меня, хотите верьте, хотите нет, опять закончилось железо, мне нужно идти его копать, а я все-таки не хочу это делать таким неподготовленным, потому что в последний раз, когда я ходил за железом, я чуть было не взорвал крипер. И у меня дикие какие-то лаги уже теперь на клиенте. Ну ладно, я думаю, что мы с вами сможем сделать вот эту штуку, и я перезапущу клиент, и все у нас будет хорошо. Я забыл 4 тина. Раз, два, три, четыре. Есть у меня ощущение, что все-таки в этой версии то ли форджа, то ли просто на сборке есть какие-то проблемы с измерениями, потому что как только я перемещаюсь между ними очень часто, у меня случается вот такая вот странная ситуация. Мне это не очень нравится, но что поделаешь. Вариантов у нас немного. Единственное, что остается, это, собственно, перегружать клиент полностью. Причем выйти и зайти на сервер не хватает. Нужно полностью выключить клиент, для того, чтобы это сработало. Итак, у нас есть такая штука, вина. Теперь ее совместим с инваром, для того, чтобы получить необходимую нам. Давай-давай-давай-давай-давай. Делайся, делайся, делайся. Вот, мы ее получили. Ставим ее на хот-бар. Рядом ставим наш Redstone Jetpack и делаем Shift-правый клик. Все, оно установилось. Теперь у меня, как вы видите, количество единиц брони возросло. Вот, теперь я пойду спокойненько копать, и мы с вами увидимся чуть позже. Итак, я вернулся со своего небольшого похода, и, собственно, могу сказать, что нет, я ошибался. Я, конечно, собрал необходимое мне количество Blaze Rod, но в Nether, в этом месте, уже много, видимо, кто побывал, потому что там буквально все уже утыкано факелами. Я нашел Nether Fortress. Там кто-то очень добрый собрал все Blaze Spawners. Я вот, на самом деле, не понимаю людей, которые так делают, потому что, блин, ну не одни же на сервере. Зачем собирать все спаунеры из всей крепости? Ну, ладно. Я все-таки нашел себе необходимое количество. И я себе хочу сделать штуку под названием Ender Stormy Pump, для того, чтобы начать качать лаву из Nether. Мне, на самом деле, надоело просто так носиться за лавой к себе вниз. Поэтому, если уж у нас появилась такая возможность, почему бы это не сделать? К тому же, я надеюсь, что у меня на это есть все необходимые материалы. При всем при этом, с железом у меня все еще достаточно туго. Я набрал чуть меньше стака. Не знаю, как так получается. Зато я себе сделал одну очень-очень длинную шахту, из которой теперь, соответственно, таскаю необходимые мне ресурсы. Я там теперь копаю. Так, эта штука есть. Эйфендер. Так, это есть алмаз. Надо еще сделать. И вот эту штуку надо сделать. Четыре обсидиана. Алмазик взять. И обсидиана. Обсидиана я, собственно, сходил. Сейчас еще себе немножко налил лавы. И, наверное, она уже вся переработалась. Да. Так, не нужно четыре. Обожаю все-таки бочки. И очень хорошо, что теперь есть хороший альтернативный мод Factorization. Потому что, если честно, по-моему, Factorization действительно все исключительно бочками пользовались. Потому что мод очень-очень интересный, но слишком замороченный. И к тому же подглючивает в очень неприятных местах. Ну, ладно. Так, у нас вроде как здесь все есть. Давайте себе сделаем Enderstormic Pump. Отлично. Дальше. Передавать я это дело буду, естественно, на Enter... Как они там называются? Enter Tank. Штукой из Enter Storage. Такая вот. Мне их нужно две. Именно поэтому я себе взял восемь Blaze Rods. Кроме того, мне нужно четыре обсидиана. Кстати, две Enter Pearls. Ой, у меня что? Нету столько Enter Pearls. У меня есть только одна. Ай-яй-яй. Какая жаль. Ладно, значит, надо будет еще пойти поохотиться на Enderman. Ну, пока этого не случилось. Давайте, по крайней мере, сделаем один. Значит, мне нужно четыре обсидиана. И более того, нужно еще придумать способ, где я буду хранить эту лаву. У меня сейчас нету железа на то, чтобы сделать цистерну из Railcraft'а. К превеликому моему сожалению. Поэтому, наверное, придется найти какой-то другой способ. Шерсть еще нужна. Две штуки. Но пока что одна. У меня просто на большее пока нету ресурсов. И чего не хватает? Не хватает Enter Pearls. Последний Enter Pearls. Я, на самом деле, боюсь, что если я сейчас найду портал в End, пойму, что там тоже уже все разворовано, и нету даже ни одной Ender Lilies. Конечно, за такое хорошо его по рукам давать. Некоторым личностям, особенно Рианам. Но я подумаю, как их наказать. Так, в плане хранения. Есть у нас такая штука из Open Blocks. Называется... Где же она? Она же называлась просто Tank. Нет? Tank. Ага, она тоже из обсидиана делается и из Glass Pain. Мне хватит на чуть-чуть. У меня, наверное, там всего около 8 обсидиана осталось. Давайте посмотрим. А, 10. Ну ладно, возьму отсюда 8. И стекло у меня где-то есть. Кажется, я его плавил, оно у меня должно быть здесь. Да. Еще с собой, оказывается, было прилично. Так, готово. Зачем мне столько, господи? Ну ладно. 4 тенка у меня получатся. Ну, в принципе... Ладно, не очень мало. Это в одном 16. В итоге 100 квейдер у меня получатся. Лавовых. Ну, в итоге лавовых. Пока, конечно, никаких не получится. И, собственно, я себе когда-то умудрился потерять свои кусты, которые мне давали опыт. Но вот сейчас нашел еще один. И его успешно сюда посадил. Так, вот здесь у меня будет стоять этот тенк. Наверное, будет, естественно, в итоге повыше. Не такой маленький. И где-то здесь у меня будет стоять мой энтертанк. Кроме того, давайте себе сделаем двигатели, которые у нас будут запитывать наш насос. Потому что, в принципе, чанки он будет грузить сам, а вот питание ему придется давать. Ой, а у нас же здесь нет ростон двигателей. Хе-хе-хе, вот я себя запер сам в свою ловушку. Ладно, тогда это будет магматик. И тогда, собственно, нам нужен всего-навсего один. Так, ну, мне придется сделать себе приличное количество инвара. Мне нужно 4. А, у меня, по-моему, кстати, есть ведь инваровые шестеренки. Я, кажется, да, сделал лишние. Это радует. Так, не крусу был. Значит, мне нужно всего 3 инвара и 1 сильвер. 3 инвара, я думаю, у меня есть. У меня как раз 3. Потрясающе. Так, а вот сильвер, сильвер. Да ладно, вы что, ни одного сильвера нет? Не может этого быть. Сильвер. Давайте сделаем себе тогда магматик энджин. Хотя, конечно, можно было, наверное, попробовать тессеракт сделать. Но это уж совсем, мне кажется, извращение. Запитывать тессерактом. Насос. В Незере. Так, и рычаг. Для того, чтобы двигатель мог включаться. Кроме того, нужно взять, наверное, какие-нибудь флуидакты. Где у меня флуидакты? 5 штук есть. Эта штучка у меня есть, эта штучка у меня есть, эта штучка у меня есть. И вот эта штучка. И алмаз, потому что я хочу, чтобы он был только мой. И оранжевую краску бы где-нибудь найти. Как у нас делается оранжевая краска? Это красный и желтый. Цветочек у меня такой вот есть. А желтые цветочки... А, вот они. Я-то уж думал, что я их потерял. Они здесь сидят спокойненько, меня дожидаются. Так, сделаем, наверное, себе... Да, пусть будет 4 оранжевых. Будет у меня оранжевый, оранжевый белый, допустим. Так, вроде как все есть. Пойдемте в Незер. Попробуем найти там себе какое-нибудь уютное местечко. Я с собой, да, взял немножко кабла. Уютное местечко, в котором было бы озеро лавы. Что нам говорит карта? Да, блин, у меня в Овере лавы больше, чем здесь в Незере. Ужас какой. Да, кто-то я что-то еще удивился, что не видел больших лавовых озер, пока здесь носился. Оно оказывается действительно так. Ну ладно, где-то вроде вот в той стороне было небольшое озеро. Мне же много не надо. Ну, относительно. Я думаю, что мне должно хватить того количества, которое там есть. А это не озеро, это лавы разливать. Кстати, все-таки очень хороший джет-пак получился. Намного лучше, чем тот, который у меня был. Этим действительно можно летать. Он почти креативный полет дает. Чуть-чуть снижается. Так, ну это что-то совсем грусть какая-то. И там вот, судя по карте, уже у кого-то стоит даже насос. Вот ты ж, блин. Что за люди, а? Везде оставили свой след. Так, ладно, тогда я пошел искать, собственно, озеро лавы. Как только найду, я вернусь. Ага, выглядит привлекательно. Я думаю, мне такого количества должно хватить. Так, а лопатку? Понятно, лопатка у меня сейчас закончится. Так, я надеюсь, что вот эта штука меня сейчас не подведет, и я не грохну здесь успешно в лаву. Это ведро. Нет, ведро мне надо ломать тазерак. Это неудобно. Так, соответственно, если я вот здесь поставлю, надо, наверное, еще все-таки немножко освободить место. Вот сюда, допустим, я поставлю фарц в свою маленькую конструкцию. То есть насос будет стоять вот здесь. Двигатель будет стоять вот здесь. Redstone сигнал, мне кажется, уже был. Ну ладно, будет стоять вот здесь. Хотя, собственно, зачем мне Redstone сигнал? Это же Stormal Expansion. Я же ему могу сказать в настройках то, что он работает всегда. Так, теперь отсюда нужно провести трубы вот таким вот образом. Пневматик сервера я с собой не взял, я понял. Хотя, в принципе, у меня же есть рычаг. Можем обойтись и без него. Вот сюда вот дадим Redstone сигнал. И сюда поставим наш Ender Tank. И вот что получается в итоге, когда забываешь об одной очень интересной вещи. Вместо Ender Tank мы с вами получили Ender Chest. Ну, естественно, я сейчас опять же воспользуюсь своими административными привилегиями, чтобы это поправить. А всем остальным могу сказать одну вещь. Сначала ставится предмет, потом ставится к нему Fluid Act. Такая вот штуковина происходит у нас с Stormal Expansion. Она происходит уже давно. И как KingClaimant писал, он не собирается это править, потому что не считает это ошибкой. Ну, ладно, не я ему судья. Пусть делает, что хочет. Это его мод в конце концов. Но вот, тем не менее, некоторые вещи оказываются весьма любопытными. Так, надо выйти из режима читерства. Вернуть сюда алмазик. И вот теперь можно подсоединять. Все, теперь эта штука работать будет. Единственное, что, конечно, я не взял с собой никакой лавы для разгона. Ой, здравствуй, MagmaCube. В чем я был неправ. Это нужно было сделать. И нужно здесь поставить, собственно, себе Waypoint. Уйди, уйди, противный. Так, и теперь попробовать отсюда добраться назад к своему порталу. Ладно, я сейчас, собственно, подключу этот двигатель. Хотя толку-то. Надо сначала идти искать Эндермена. Ладно, увидимся. И второй Эндертанк. Готово. Так, теперь осталось только... О, у меня, кстати, да, еще одна Эндерперла уже осталась. Теперь осталось только нашему двигателю дать возможность стартануть. Я думаю, дальше он уже сам себя сможет обеспечить. Кстати, хотел же это сделать за кадром. Что включился, непонятно. Ну ладно. Давайте по-быстрому пробежимся за лавой. Благо, это недалеко. И пойдем в Эндер. Подключим наш двигатель. Я, наверное, даже вот так вот сделаю. Чтобы уж совсем далеко не бегать. Чтобы сэкономить время. И даже, наверное, полетим мы вверх. А не пойдем. На джетпаке, который я только что зарядил. Есть, кстати, одна интересная особенность. У меня джетпак умудряется энергию кушать быстрее, чем в Энерджетик Инфьюзер. Она поступает. То есть, когда я начал заряжать свой джетпак вот здесь вот. Сначала энергия полностью ушла из инфьюзера. И все. Стояла на отметке ноль. Любопытно. Так. Давайте тогда, кстати... Вот что я еще не сделал. Давайте-ка подключим наш второй Энтертэнк. К... Сразу вот сюда. К нашим обычным тэнкам. И что-то я, кстати, так подумал. Давайте-ка мы их сделаем вертикально. Мне кажется, так будет меньше лагать. Эть. Так. Соответственно, мы можем поставить наш Эндертанк где-нибудь сверху. Да можем даже, наверное, совсем сверху. Нужно ему взять, кстати, алмазик. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же я сделал нехорошо. Иди сюда. Тебя же нужно сначала покрасить и заприватить. А уже потом делать с тобой всякие непотребства. Раз. Два. Так. И надо взять алмазик. Алмазиков у меня еще есть некоторое количество. Вот. У кого с чем проблемы? Но только не с алмазами. И только не у меня. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Кстати, я не помню, будет ли он автоматически вот в таком вот режиме отдавать жидкость в цистерны. Или придется его подключать через кондуит. По-моему, будет он и так это делать. Так. С этим все хорошо. Пойдемте в Незер. Запустим там движок. И надо будет мне, кстати, починить мои инструменты. То кирка моя, я что-то совсем скоро чувствую, вздохнет. В плане, кстати, кирки, я думал, что у нас теперь с вами есть приличное количество энергии. О, Гаст. Здравствуй, давненько я вас не видел. Фортереса. Где мой насос? Насос, насос, насос. Я же делал вейпоинт. Вот там, что ли? Чего за нафиг-то такой? Почему я не вижу? А, вон он, внизу. Я понял. Гастушка. А я тоже летать умею. Ну вот только давай не над лавой это делать с тобой, ладно? А то ты сейчас свою слезку-то куда-нибудь наверняка захочешь в лаву скинуть. Ну вот он все-таки ее и скинул в лаву. Ну что за дурацкий Гаст? Ладно. Я не хотел его убивать. Он мне просто мешал. Там, кстати, кобальт, который мы с вами пока не можем копать. Так, на тебе двигатель. Кушай. И на тебе еще одно ведро. Так, ты кушаешь, интересно? Ты работаешь? Не работаешь? 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 Здесь копится энергия. Почему-то она никуда не отдается, что ли? Или он вырабатывает ее быстрее? О, к сожалению, у этого насоса нет никакого интерфейса, чтобы проверить, вообще работает он, не работает он. У меня с собой даже кондуита нет. Очень странная ситуация. Ладно, сейчас попробую разобраться, что это такое. Возможно, нужно подключить эту систему через кондуит. Возможно, она так не работает, вообще странновато. Ну ладно, увидимся. И все-таки все работает. Я, на самом деле, заменил вот такие флуидакты на вот такие, на хорошие. И здесь выяснилось то, что все у нас таки ходит. Правда, делает это не очень быстро. Но вот я не знаю, на самом деле, в чем изначально была проблема все-таки. В том, что двигатель не мог передавать энергию в эндертермик. Или... А, кстати, опять все прекратилось. Или просто это дело очень медленно работает. Хотя, почему оно работает настолько медленно? Вроде как у нас сейчас вполне приличный тикрейт. Ммм, странно. Ну ладно, пусть он здесь себе работает. Давайте вернемся на ту сторону. Проверим. Хотя, судя по тому, что в... А, нет, все нормально. У меня же там не загружен чанг. Все проще. И я заблудился. Пусть лава начнет потихоньку поступать. А мы с вами, пожалуй, себе сделаем приготовление к занятий с омкрафтом. Я, на самом деле, хочу как можно быстрее добраться до големчиков, чтобы они мне смогли подбирать яблоки. Потому что, если честно, упавшие яблоки, во-первых, мне нужны для еды. Во-вторых, все-таки совершенно не помешало бы то, чтобы они не так сильно грузили сервер. И более того, я таким образом смогу потихоньку между сериями заниматься исследованиями. И я понял, в чем дело. Здесь не нужно было делать выход. Как только я здесь делаю выход, он перестает работать. А так все себе прекрасненько работает. Единственное, что я отсоединил уже эндертанк с той стороны. Даже здесь смотрел уже, может быть, в чанках дело. Потому что лава-туран не текла. Не текла она туда. Я пока, если честно, не уверен, по какой причине. Возможно, все-таки придется нам присоединять наш эндертанк через... О, господи, четыре нитрокрипера. Какая прелесть. Не через тессеракт, как это называется. Через кондуит. Потому что что-то автоматом он как-то не хочет выплевываться. Ладно, кондуиты у меня есть, влага. Хотя, конечно, хотелось бы все-таки это оставить более-менее компактно. Все-таки лишний кондуит, он занимает место. Ага, лава здесь появилась. Вот это вот вообще новости. Значит, все-таки это работает без кондуитов. Что, визуально это выражение? Или я забыл просто сделать вот так? Я просто забыл, видимо, сделать вот так. Какой я молодец. Все, у нас с вами есть куча лавы. Ха-ха. Кстати, не хочу ли я сейчас пока временно лаву... Перетащить вот сюда. Сейчас она наберется, я ее, наверное, перенесу. Пусть будет у меня обсидиана побольше. Потому что он нам с вами понадобится в любом случае. Но мы хотели начать делать себе приготовление к занятиям магией. Естественно, сначала придется сделать палочку. Без палочки никуда. У меня есть с собой 40 железа. Этого должно хватить. Нужно нам 10 наггетов. Лишние наггеты останутся в любом случае. Народ там что-то хочет. Фразы я снимаю. Видимо, на них не действует. Что делает слуга из Golden Egg? Не знаю. Да что такое? Так, во. Отлично тут все набралось. Ай. А, ну да. Сейчас. Тебя нельзя снять ключиком. Ты вредный. Вредный тенк. Что такой плотный-то? Так, это лучше, наверное, делать все-таки не в состоянии полета. Я думаю, вот так это будет быстрее. По-быстрому мы с вами набрали 64 ведра лавы. Ничего не хочу сказать. Системка работает. На. Отлично. Обсидиан теперь будет просто рекой течь. Так, палочку-то мы с вами сделали. Теперь мне нужно себе сделать букстенд. На это нужно много кожи, а вот кожи-то у меня и нету. Так, ну ладно, в любом случае у нас есть с вами палочка. Мы себе сможем, по крайней мере, сделать котел, я надеюсь. Потому что, по-моему, для этого нам там мой номикон не нужен. Котел. Штеп. Да. Отлично. Зачем я себе сделал сначала котел? Почему я пренебрег книжечкой? Потому что я хочу понять, куда мне его ставить. Я, как обычно, хочу, чтобы он автоматически наполнялся водой. Соответственно, мне к нему придется везти трубы. Трубы, я думаю, что я могу повезти, наверное, вдоль вот этого дерева. И, скажем, вот отсюда сделать выход. Может быть, даже, кстати, в самом дереве. Поскольку я помню. А, кстати, да. Какими трубами мне воспользоваться? Давайте посмотрим, как себя поведет трансфер нот. Хотя, по-моему, там была какая-то неприятность вроде Эндер Перла. Либо Эндер Перл, либо блок Редстоуна. Ну, в принципе, ничего страшного. А трубы обычные делаются у нас как. Ну, в принципе, ничего сложного. Давайте, наверное, тогда воспользуемся Экстра Утилитис. Не хочу я себе сейчас сделать еще один Аквиус Аккумилейтор. Где-то у меня вот здесь, кажется, был обжаренный камушек. 11. Мне нужно 6. Хотя, может быть, даже не 6. Может быть, даже хватило бы 3. Зачем мне, собственно, 6-то? Это 6 вот этих штук, получается. И, кроме того, мне нужны на 2 стекла и Редстоун. Я думаю, такое количество труб должно хватить. Возможно, наверное, не знаю. Скоро выясним. Трубы. 32 штуки. Так, трансфер нот, айтемс, блок Редстоуна. Еще 2 Редстоуна. Еще 2 гладких камня. 2 гладких камня есть. Блок Редстоуна. Это 9. 11, получается. 11. А, и сундук. У нас здесь есть дерево, поэтому сундук мы сможем с вами сделать прямо на месте. Иди сюда. Сундучочек. Вот так кажется, да? И вот так. И вот так. И труба. Трансфер нот. Теперь переделываем ее в ликвид. Мне нужно 2 лаписа. Лапис, лапис, лапис. Ты же где-то был. И ведро. Ведро у меня есть. И 2 железа. А, у меня все есть. Отлично. Так, дальше мне нужно себе сделать бесконечный источник воды, к которому я себе присоединю этот самый трансфер нот. Если мы это будем пускать вот по этому стволу, значит, целесообразно это сделать где-нибудь под ним. Кстати, у меня сейчас скоро сдохнет лопатка. У меня есть с собой железо. Это очень кстати. И, кстати, да. Инструменты я все-таки хотел себе сделать. Электрические. Тоже не надо об этом забывать. Давайте, кстати, наверное, сейчас после того, как поставим котел, учитывая то, что у меня пока нет ресурсов на книжку, попробуем сделать именно это. Кстати, люди, кто-то, не помню, из моих комментаторов спрашивал, почему не работает с игуаной твикс замена апгрейдов, если стоит батарейка. На самом деле это не совсем так. Просто батарейка у вас сначала использует свою силу, а потом, когда она заканчивается, когда у нее становится, ну, полностью разряженной, она начинает использовать силу самого инструмента. И он в этот момент ломается. То есть вы этого не видите, но если вы, допустим, батарейку уберете, у вас просто инструмент в итоге получается, как это называется, не полностью починенным. Соответственно, апгрейд при этом не работает. Здесь все вот таким вот образом работает. И трубы давайте проведем вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Готово. В плане апгрейдов, кстати, хочу ли я сюда какие-то апгрейды ставить, тоже интересный вопрос. Думаю, что нет. Кстати, мне теперь нужно взять свою пилу и порезать вот это вот самое дерево на микроблоки. Для того, чтобы в итоге ими обложить трубу. Да, в этом смысле, конечно, Эндрайоу было бы посимпатичнее, и сделать это было немножко бы проще. Но, ладно. Два. Четыре. Восемь. Восемь, это у нас на два. Здесь было шесть, значит, мне нужно еще вот так, кажется. Если я ничего не путаю, этого должно хватить. Даже, наверное, с запасом. Ну, ладно, если что, сделаем там сверху дырочку. Так, давайте это прикроем, чтобы не было так страшно. Тут труба какая-то идет. Ать. 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 Замечательно. Очень культурненько. Очень красивенько. Как ничего и не было. Если честно, до конца не был уверен, какой стороной разрежется бревно. Но оно разрезывалось нужной стороной. Что тоже, несказанно, меня радует. Эть. Эть. И нужно как можно быстрее, наверное, себе сделать все-таки самостатик харнес. Потому что джетпаки, конечно, вещь хорошая. Но было бы приятнее, если бы работало это несколько иначе. Если бы я смог действительно парить. Хотя это уже все, конечно, мелочи жизни. То есть, в данной ситуации я вполне могу делать то, что должен. И этого должно, по идее, хватать. Так. Ать. Давайте посмотрим, набирается ли у нас вода. Как я уже говорил, она будет это делать не быстро. Мы, конечно, можем себе сделать спид-апгрейды. Но я не уверен, что мне это нужно. А вода-то у нас и не набирается. И здесь, кстати, нужно тоже поставить крышку. Почему у нас не набирается вода? Хороший вопрос. Я пока не знаю. Давайте спустимся вниз. Посмотрим, все ли там хорошо. Там, по крайней мере, в самой ноде должно быть написано. Сколько она сейчас воды содержит. И содержит ли она ее вообще. Содержит. Ищет, куда бы отправить. И такое ощущение, что не находит. Очень интересно. Это как такое может быть? Она что, не работает с котлом из Таункрафта? Это странно. К тому же я, по-моему, себе сделал систему, которая у меня на Extra Utility заполняла котел Crucible. Кстати, вот это я тоже, да, весело придумал. Как же я его буду поджигать? Ну ладно, здесь, видимо, все-таки придется делать Найтор. Мой любимый в кавычках. Что если я сюда поставлю, допустим, тебя? Да, такое ощущение, что сюда жидкость по какой-то причине не доходит. Придется сделать спид-апгрейды все-таки. Как у нас делается спид-апгрейд? Насколько я помню, там куча редстоуна нужна. Четыре блока. Правда, мы получаем четыре апгрейда. Ладно, давайте уж озорюсь. То есть, редстоун вроде у нас в наличии имеется. В приличном количестве. Да и золото, наверное, тоже можно найти. Раз, два, три, четыре блока. Ой, пять блоков. Ладно. Один раскрафтим назад. И раз, два, два золотых слитка и три наггета. То есть, вот так, в виде стрелочки. Четыре редстоуна. Получаем четыре апгрейда. Ну, тогда все эти четыре апгрейда и запихнем, наверное, в нашу ноду. Темнеет. Надо поторапливаться. На. И все равно она не может никуда, похоже, вытащить свою воду. Это что за странности такие? А, сейчас она действительно ее не может никуда положить, потому что я оттуда, по-моему, все убрал. И котел, и эту хрень. Да, здесь просто труба. Ну? Не, никак. Возможно, тебя нужно, конечно, подсоединять не сбоку, а, скажем, вот так. Да, так работает. У меня теперь есть отличный портабл-танк с водой. Так, а ты хочешь сказать, что ты сбоку тоже не наполняешься? Я вроде всегда тебя наполнял именно сбоку. Ну, даже не знаю. Ну, давайте попробуем его поставить вот так. Ну, хотя это странно. Да нет, он просто не наполняется. Возможно, все-таки его нужно сначала подогреть. В плане подогреть, как мы будем делать себе временный вариант? Будем мы его делать следующим образом. Возьмем отсюда Незерак. У меня, кстати, был Незерак. Нужно нам себе сделать Флинт и Стилл, естественно. При таких обстоятельствах по-другому никак. Флинт и Стилл. Давайте попробуем поставить Незерак, где у меня выход-то вот. Такая будет некрасивая фиговина стоять. Ну, ладно, временно. До тех пор, пока я не смогу себе сделать Найтор. Здесь уж я буду его ставить в любом случае. Исключительно ради того, чтобы не портить себе атмосферу. Так, поставим сюда наш Крусабл. Наливайся. Даже я тебе изначально водички дам. Фу! Заработало. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, ладно, с другой стороны, мне вода и не была нужна. Да, значит, пока он у нас не подогревается, жидкость в него не поступает. Странно, если честно, я не знал о таком поведении. Ну, ладно, теперь буду знать. Так, при всем при этом, что, ночь? Мне бы надо пойти искать коров для того, чтобы себе сделать букстенд. Ладно, увидимся. У-х-ху, мы, оказывается, снова с вами уже записали приличное количество времени, поэтому коров я пойду искать в перерыве между эпизодами. А мы с вами увидимся в следующий раз для того, чтобы начать потихоньку заниматься там крафтом. Единственное, что, наверное, серия будет следующая такая весьма длинная для записи в реальном времени, потому что, естественно, я не буду показывать все исследования в кадре. Я это буду делать за кадром. Вот, ну ладно. При всем при этом с вами был Зиза Хедж. Я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Счастливо!